МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 лет она живет в общежитии в поселке УТАДС и говорит, что за четверть века капитальный ремонт этого здания не проводился ни разу. Зато косметических было два. Первый – в начале нового тысячелетия, второй – вот перед новым 2013 годом. Спасибо, конечно, ЖЭО, говорит Надежда Васильевна, что обновили обшарпанные коридоры и поменяли несколько смесителей. Но кирпичная облицовка общежития давно отошла от деревянных стен. В них образуются дыры и в комнатах с каждым годом становится холоднее. Жилье здесь практически все муниципальное, но мастера на жилые квадратные метры не заглядывают. И какой-никакой ремонт и утепление люди в комнатах всегда делают сами. Пусть так, говорит женщина, мы привыкли, но тогда хоть какие-то правила и нормы должны соблюдаться. Например, перед последним ремонтом в общежитии обещали установить вторую электроплитку и новые раковины. И где они? Мне просто стыдно ставить такие грязные раковины, эту посуду свою. У нас раковины старые очень, их меняли в 2000 году. Сейчас пообещали, и каждый раз приходит мастер, говорит, ну вы их все равно разобьете, они фаянсовые. Ну, если мы так разобьем, можно было пениклеить обои нам в общежитии. А сегодня, как оказалось, они вообще не закуплены. Кроме того, сетует Надежда Васильевна, каждый месяц почти тысячу рублей она платит за текущий ремонт. Сумма за год, да еще со всех десяти комнат набегает приличная. Но, очень удивляется женщина, все равно годами воду на кухне и в душевых зимой закрывать нельзя, чтобы трубы не перемерзали. Вода безостановочно хлечет в домах по всему поселку. А сантехники, которых вызывать приходится чуть ли не каждую неделю, поделать с этим ничего не могут. У нас в городе говорится об экономии горячей воды и холодной. Но у нас осенью, по глубокую весну, у нас постоянно включен кран с горячей водой. Потому что у нас каждый день мы вызываем аварийку, замерзают трубы. Сантехники приходят и говорят, нам выделили три рулона утепляющего средства, а вас домов много. У нас не хватает утепления. Сейчас коммунальщики стараются, признает Надежда Васильевна. И чистоту поддерживают, и снег убирают, но этого мало. Старые бараки общежития, которых только в этом жеу порядка сорока, давно отслужили свое. И ремонтировать их, все равно, что бросать деньги в бездонную бочку. Все об этом прекрасно знают, а потому советуют жильцам обращаться в администрацию, в специальную комиссию по признанию домов аварийными. И здесь Надежда Васильевна задает свой главный вопрос. Если почти все жилье в таких общежитиях муниципальные, и износ его составляет 70%, то почему людям надо доказывать очевидные вещи, да еще платить за это деньги из собственного кармана? Если хотят нас выводить в статус аварийного жилья, ну почему жильцы должны сами бегать? Кажется, администрация НГДИ должна сама уже эти старые общежития, этим общежитиям уже 35 лет. Я здесь живу 25, но они еще до этого стояли уже лет 15. Я считаю, что эти общежития вообще можно вывести в статус аварийного и людям дать жилье нормальное. Между тем, по закону НГДИ действительно может инициировать оценку здания и другие процедуры, связанные с признанием таких общежитий аварийными. Но сначала все-таки жильцы должны сделать первый шаг. А именно им надо обратиться в свою управляющую компанию за актом технического осмотра общежития и приложить этот акт к заявлению в НГДИ о невозможности проживания в данном здании. Тогда и расходы, и оставшиеся процедуры лягут на административные плечи. А пока суть до дела. ЖИО все-таки обещают установить в этом общежитии новые раковины. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города.